В прошлом уроке мы с вами закончили наше приложение. В этом же уроке я хочу его немножечко довести до некоторого хорошего состояния. А именно перенести все вот эти константы в отдельные строковые XML файлы. И так, вы видите, здесь такая подсказка всплывающая, что нам нужно бы эту строку сделать через ресурсы. Давайте сам этим мы и займемся. Перейдем в файл strings.xml и добавим новую строку. Возьмем, например, ее number1. И, соответственно, значение у нее будет число 1 или, соответственно, число 2 для константы number2. Так, и теперь открываем снова наш activity. Тут мы, по-моему, пишем уже не число 1, а string и указываем number1. То же самое и тут, только string и number2. Теперь у нас еще имеется вычислить сумму. Давайте это мы сами тоже перенесем в отдельные константы. Например, напишем тут сумма. И, соответственно, мы указываем string сумма. Даже лучше дать им напишем не сумма, а кальк сумма. Как бы вычислить сумму. Так же, то же самое мы сделаем в другом. Тут у нас имеет кнопочка назад. Давайте сами тоже тут сделаем отдельную константу. string back. Так, это мы с вами разобрались с различными константами. Теперь у нас здесь с вами имеется... Ну, правда, у нас это не имеется, но ладно. Давайте мы тут сделаем android.color.textcolor. И сделаем какой-нибудь такой вот цвет, к примеру. Вот. Ну, давайте, может, какой-нибудь зеленый лучше сделаем. Ну, ладно. Не так важно, на самом деле, сейчас это. Пусть будет вот так вот. И давайте мы эту константу также поместим в наши ресурсы. И сделаем, например, напишем просто colorButton и c00. Ой, только 0, c0, чтобы зеленый был. Вот. И то же самое указываем вот тут мы. Уже такой не и string, а color и colorButton. Так, что еще можно из нас сделать? Давайте мы вот этот размерчик. Для этого мы создадим новый файл ресурс. Назовем его мы dmns.xml. Ок. И тут внутри мы с вами можем указать эти все размеры. Указываются они в элементе dmns. Назовем, например, его textSize. И значение там какое у нас? Где-то оно. 24. Вот. И, соответственно, тут мы дальше уже просто это стираем. И dmns.txtSize. Вот это мы с вами тоже сделали. Давайте мы с вами переместим вот это вот значение еще и для этой кнопки. Ну, давайте теперь мы проверим, как оно все это работает. Потому что мы с вами много чего уже сделали. Лучше все это проверить. Так. Ну, допустим, 3.3. Вот. У нас, видите, по текст-кнопке у всех одинаковый размер текста. Давайте с вами мы теперь вот, чтобы вы поняли, в чем удобство, сделаем не 24, а, например, 54. Ну, прямо такой здоровенный сделаем. Чтобы сразу было видно разницу. То есть мы в одном месте исправили. В одном единственном. А теперь, видите, у нас тут здоровенная кнопка. И тут у нас тоже здоровенная кнопка. Как раз благодаря тому, что мы в одном месте исправили. Вот в этом и весь смысл всех этих ресурсов, на самом-то деле. Также они, на самом деле, очень полезны, если вы, например, делаете мультиязычное приложение. То есть вы просто будете разные файлы подключать с ресурсами. И как бы все будет шикарно. И будет у вас многоязычное приложение. В принципе, можно было бы еще вот эти все. Хотя это уже, на самом деле, не особо нужно, на самом деле. То есть, ну, как бы это спорно. В принципе, это не надо уже. Вообще говоря, да, когда говорим о пэддингах, о размерах. То есть такие вещи, такие целая куча свойств одинаковых. Например, у нас вот тут у нас пэддинг 20. Тут размер такой. И тут у нас все то же самое. Где-то у нас. Вот тут, да. То есть вот она и вот она. Вот. Да, уже, на самом деле, нужно применять стили. Мы сейчас с вами стили еще не проходили. Поэтому пока что не будем забегать вперед. Но просто имейте в виду, что, как бы, от этого мы тоже с вами в будущем сможем избавляться. С помощью уже отдельных стилей. То есть, например, стиль для кнопки у нас такой. На итоге все кнопки будут в одном едином стиле. Это мы еще с вами будем в будущем учиться делать. Вот, собственно, все. То есть мы сами тут все подчесали. Все как бы подправили. Ну, то есть какие-то, да, вот именно. Навели такую определенную красоту внутри кода. Да, кстати, еще такой момент. Давайте тут где-нибудь мы напишем. Вот как обратиться нам к константе. Например, вот какой-нибудь строковый. Не из лейаута. Из лейаута мы уже научились это делать. То есть без проблем она вот так вот обращается. То же самое вот тут. Ну, тут, да, то есть вообще из XML файлов пойдет обращение вот так. То есть знак собаки. Дальше вот это вот название ресурса. И, собственно, сам ресурс. Вот. Но что делать, допустим, если мы хотим обратиться непосредственно из программы самого кода. Ничего сложного в этом нет. Давайте выведем что-нибудь. Для этого мы обращаемся к нашему R. Это наш класс, который как раз и отвечает за все вот эти ресурсы. Дальше мы обращаемся к типу. Ну, в данном случае у нас это string. И после, например, вот давайте app name пусть будет. То есть вот эту константу мы выводим. Давайте запустим программу. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот мы запускается она. И в логах у нас сейчас должно появиться название программы. Так, что-то она не отобразилась. Ну-ка еще раз запустим. А, вот видите, да, вот я ошибку допустил. То есть она, по сути, выводит, на самом деле, идентификаторы этого элемента. Мы сами это вывели. По сути, мы просто вывели как бы ID. А для того, чтобы вывести саму строку, а не просто ID данной константы, нам нужно несколько по-другому это все сделать. А именно вызвать метод getResources. И дальше getString. И после мы должны сами выгадать как раз вот этот вот ID. Так, ну, ID, соответственно, у нас это, вот это вот, вот этот вот элемент. Все, теперь у нас будет все как надо. Запускаем. И вот теперь, видите, у нас выводит сначала ID, а потом выводит у нас само значение. То есть вот так у нас это просто ID, в принципе, смысла особого нет выводить. А вот так мы, собственно, обращаемся. Мы получаем сам ресурс и получаем у него getString. Вот таким вот образом. Разумеется, там есть помимо getString, есть getColor, есть у нас там getDimensions. То есть все-все-все, что вы тут напишите, все здесь у нас также будет иметься под соответствующими методами. Ну, например, вот getColor, да, вот оно. Или, например, getDimension. То есть вот, пожалуйста. То есть тоже мы передаем идентификатор аналогично вот этому варианту. Тут, конечно же, будет уже не string, там понятно, а dimension там или color. Ну, понятно, я думаю, уже. Вот, тем более, вот видите, с кругом всплывающие подсказки идут. То есть даже что-то вы подзабыли, то у вас все равно как бы, ну, все вот это присутствует в Android Studio. И поэтому, еще раз говорю, хоть этот редактор достаточно глючный, но как бы очень удобный. И другого варианта я особо не вижу для создания приложений для Android. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. В следующем разделе мы с вами будем разнакомиться более подробно со всеми менеджерами компоновки. По типу, как вот Relative Layout. Но, разумеется, мы сами рассмотрим и другие. На этом все. Спасибо. Спасибо.